Ну, скажем так, военная составляющая, да, она в работе Венспилского порта, ну, присутствует, причём всё время присутствует, уже много лет. Чисто с точки зрения военной в Венспилсе базируются только латвийские пограничники морские, да, у них там есть причал, у них там есть стационарный, так сказать, пункт вот этот. Причём они работают, ну, в основном летом, зимой там не походишь по морю, так сказать. В смысле, очень большая волна или что? Лёд, лёд есть там, да. Но чисто военных, как бы, нет. Чисто военный порт – это Лепая, Лебава, как было придумано ещё при Александре. Третьим порт Александра Третьего, при Николае Втором, было придумано. Отличие военного порта от обычного, так скажем, это, ну, прежде всего, это наличие возможностей судоремонта. То есть, доки. Да, доки. А в Лепой два дока, построенные при царизме, завод Тасмары. И до сегодняшнего дня, при всех вот этих перетрубациях в нашем латвийском судоремонте, он работает, принимает корабли, всё происходит. Причём док сухой, два сухих дока. Мы же сколько видим, вот сейчас в России утонул ПД-50 док, значит, там ещё ПД вот этот утонул, старинный. А сухой док не утонет. Он как есть, так и есть. То есть, обеспечение ремонта судов является, ну, как бы, необходимым элементом военной инфраструктуры. Венспилский порт, он используется для, ну, скажем как, для транзита, для снабжения группировок. У нас же тут в Прибалтике три группировки, да, боевые группы НАТО. Одна в Латвии, значит, одна в Литве и одна в Эстонии. Эстонская снабжается через порт Палдиске. Там всё сделано, чтобы... Там и были подводные лодки всегда, да? Ну, для военной инфраструктуры портовой главное – это причалы. Да, то есть, причалы, у которых нагрузка на причал, на метр квадратный, позволяет принимать танки, да? Танк Абрамс, он весит, ну, 68 тонн, да, так сказать. И если вы на причал выгрузите, ну, скажем, там, 50 танков, да, то это у вас будет колоссальное, так сказать, давление на грунт, и специально проводятся огромные мероприятия в порту, да, по укреплению вот этих вот причалов. Чем Венспилс и занимался последние 10 лет. Он строил причалы контейнерные и вот такие причалы. И испытание их для военных целей происходило на учениях Болтоп.